Более десятка фрагментов длиняной посуды эпохи Средневековья удалось найти археологам в ходе очередной экспедиции в районе озера Салиндейты в западной части Большеземельской тундры. После детального изучения находки пополнят фонд музейного объединения Ненинского округа. Александра Литкова расскажет подробнее. Стоянка на озере Салиндейты в Большеземельской тундре была открыта еще в 2009 году и в рамках новой экспедиции археологи продолжили раскопки на местах, которые уже были исследованы. Размер обследуемого участка составил 32 квадратных метра, глубина почти 2 метра. При этом из-за большого количества песка работа была затруднена. Культурный слой находился под практически метровым слоем, скажем так, не культуросодержащим. То есть сначала удалялся вот этот пустой песок, после чего мы перешли к разборке непосредственно культурного слоя. Раскоп традиционно разбивался в прямоугольной форме, разделён на условные квадраты со стороной по 2 метра. По обнаруженным находкам сотрудники музейного объединения предположили, что данная стоянка относится к периоду Средневековья. А народ, который оставил следы своего пребывания, обитал здесь преимущественно в летний период, занимаясь рыболовством и охотой. Более десятка фрагментов глиняной посуды были обнаружены рядом с двумя кострищами. При попытках его реконструировать, даже кое-что и получится, вот верхняя часть здесь таким образом соединяется, и ещё один фрагмент получается вот таким образом. То есть здесь у нас, получается, соединяются 4 фрагмента. Они были найдены на некотором отдалении друг от друга, но понятно, очевидно, что это одна и та же часть, точнее, часть одного и того же глиняного сосуда. Алексей Каратаев говорит, что такие находки в виде крупных частей одного глиняного сосуда встречаются не так часто. Многое может рассказать и орнамент керамики. Орнамент керамики является одним из самых важных исторических источников. И вот эти данные по орнаментации керамики позволили предыдущему исследователю памятника, Александру Михайловичу Мурыгину, сделать вывод о том, что этот памятник близок к населению, которое проживало на территории Западной Сибири. То есть это Обско-Ямальский регион. То есть население посетило и территорию Большеземельской тундры, преодолев такие довольно значительные расстояния. Сейчас сотрудники музейного объединения изучают полученные материалы. Затем приступят к написанию научного отчета, после чего находки пополнят фонды музея. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Можно соединить.